Произошла трагедия, которую сейчас переживает вся наша планета, оккупированная Торговой Федерацией. Привезли ребеночка чистого с роддома, установили везерегулярную систему, потом мы его брали, ребенок плыл. А плыл, чтобы вы понимали, гнойный был, нагноения были, но они ломались в голове у ребенка, они обламывались концы, потому что они не принадлежат для перестерилизации. Взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. Это дело чести. Следственному комитету города Сургута недоверие. С вами открыть всегда, подрегулировать сразу. Если нынешний сенат недееспособен, ему нужен новый руководитель. Поднимите, пожалуйста, правую руку, я поднимаю. Кто считает, что это позор, это бесчестие? Это бесчестие точно. Предлагаю вынести вотом недоверие. Полностью себя бесчестил, кто меня поддерживает, прошу поднять правую руку. Выбирайтесь, пожалуйста, в сельскохебинет. Я вас не звал. Алексей приглашал. Ну, как бы сопротивляется принимать нас. Бегает по кабинетам, суету наводит. Меня вытолкали за руку. Минуту, не трогайте меня, пожалуйста. Я сейчас приглашу. Руками меня не трогайте, пожалуйста. Хорошо, конечно. Он без формы на рабочем месте. Я не провожу привел. Вы отказываете в поликлину привел? Вам никто не отказывает. Зашел в кабинет и закрылся. Чего-то опасается. Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется, чего вы? Наживаемый абонент не отвечает. Ну, беспредел. Я как адвокат все свои права знаю. А вы свои обязанности, похоже, не знаете. Подождите, Алиса, ну зачем вы? Ну, в чем вы на конкретную ситуацию? Ну, вот именно, а зачем? Водите за нос уже второй год. Ну, давайте, в чем мы вас водим? Да давайте. Там были пострадавшие маленькие дети. До шести лет. Дети гнили. Дети нагнивали, загнивали. Это вы про погибших сейчас или те, которые живы остались? А чем тогда сейчас на ней сверли? Использовались дрелика, шуруповерт. С этой дрели сыпалось вот такими комками ржавчина в рану пациентов. У нас рвота начиналась. Не, ну тут я с вами согласен. Это все пропитывалось формалином, это яд. Одни отписки, отказ, 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 отказ. А коррупция растет, но... Ну, а... Я могу сейчас ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Бежать-то некуда, решетки на окнах. Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги. Поощряет, да? Никто не поощряет, не сомневаюсь. Я хочу минутку поговорить с Михаилом Викторовичем. Что, приемы закончены? Что-то он сейчас выйдет, спросите. Да он не выйдет, он закрыл суть. Я в домике, да? Да, я в домике. Следственные нам в домике. Ну, это позор, я считаю. У тебя есть доверие к Кирмалаве? Нет. Народ поддерживает? Да, конечно. Система доверительного управления не работает. Дети были однозначно. Вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть, мне за вас провести расследование? Вы же там друг друга вот знаете, что вы там так... Потом выяснилось, да, что она независимо от того, что там это... Она у нее там, ну, а принят... Как он там... Ну, ну, чуть-чуть, ну, если вынесли решение, ну, значит... Все, давайте, до свидания. Антон, мне машину разбили. Позвонили гаишники. Вырвали зеркала. Чего там ничего? Да нормально все разрешили. Короче, Антон, мы договорились реально, она говорит, что случайно. Ну, страховая оплатит, все оформили, не знаю. Примотали скотчем, и я поехала. Ну, а что делать? Машина-то мне нужна, блин. Ну, против прощения, извиняюсь. Там столько места было, я говорю, вы что не увидели-то? Ну, вот, вот, вот так. Я, Олег, все равно думаю, что это не случайно. Совпадение или что вообще? Угу. Потому что сегодня видео вышло, и сегодня расхерачили мне машину. Ну, да. И сразу три звонка со всех мест, и я не знаю, куда мне бежать. Чтобы люди видели то, что происходит, какой беспредел. КАМАЗами вывозилось все просроченное, и все это видели. Это преступление против людей. Просрочка вывозилась в огроменных количествах. В огроменных. Во всей больнице пациентам оказывается помощь с просроченными медицинскими материалами с глубочайшим сроком просрочки, вплоть до 20 лет. Новорожденным детям, кстати. Это ужас, так работаем и с детьми, и со взрослыми. Колоссальный ущерб здоровью, нагноение ран. Это лигатурные свищи, септические инфекции, вплоть до сепсиса. Возможно, даже летальный исход, актериальное заражение кровью. Массивные менингиты, воспаление головного мозга. И пошли массовые нагноения, менингиты, воспаление головного мозга. Были воспалительные процессы. Были массовые менингиты, были лигатурные свищи. Если человек после таких осложнений выживает, он же инвалидом становится, по сути. Не исключено. Они сказали, приведите мне пострадавших. Через эггумацию, что ли? 70% просрочки на стеллажах сплошняком. Пролонгирование просроченного шовного материала, то есть удлинение его срока годности. Беспредел полнейший. Только на операциях, я так понимаю, десятки тысяч в год. Конечно. Так это не целевое использование бюджетных средств. Откуда столько просрочек? Выливали огромными порциями, ведрами всю просрочку для средства антисептики. В унитазы стояла такая ванизма в оперблоке. И говорили, если кто-то спросит, это не мы. Это не от нас. Все вычистили. Закрой свой рот. Ты долго здесь не проработаешь. У тебя трое детей. Можешь не досчитаться. Каждый день уходила и плакала. Мы найдем все способы и методы тебя уволить, подставить. Доходило до сердечных приступов. Я не одна такая. Нас много. Взяла степлер с ее стола. Я тебя ударю. Невероятный крессинг. Давление на весь коллектив. Были угрозы. Сказали, ты, говорит, сядешь у нас на 15 лет. На этом собрании началось просто мое линчевание. На работу идешь, плачешь. С работы идешь, плачешь. Как специалиста разорвали наклочки, растоптали. Начинали всех прессовать. Ну зачем устранять нарушение, если просто можно убрать человека, правильно? Залезть в петлю, это было гораздо проще, чем переступить порог травматологии. И все, она повесилась. Все признаки доведения для самоубийства. Просто не выдержала, покончила жизнь самоубийством. Произошел второй трагический случай. Была найдена повешенной в подъезде. Суицид. Дети остались сиротами. Это трагедия. Это никто от этого не застрахован. Но рыба гниет с головы. Кто за все это ответственный? Главврач, кто у нас? А почему следствия нет? Они работают во вред общества, я так считаю. Они как-то содействуют всему этому беспределу. Я говорю, два человека умерли, как будто две мухи погибли. Вы что творите-то, сварчи? Всем привет. Мы сходили. Сегодня какое-то число у нас, 3 сентября 2021 года. Время у нас уже 17, больше 17. Мы сходили. Олеся записалась на прием в Следственный комитет Кермалаеву. Прием он отказался вести коллективно. Радика только приняла. И Олесю Кубану. Со мной он вообще старался не разговаривать. Я хочу обратить внимание на то, что я представился журналистом. Вот у меня удостоверение висит. Я его показал. Я сказал, что я заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Он это прекрасно видел. Сказал, что меня знает. Но при этом, когда мы хотели пройти все вместе в кабинет, он меня просто вытолкал. То есть толкал меня в правый локоть. То есть применил физическую силу к журналисту при исполнении должностных обязанностей. Тем самым я осматриваю его действия в признаке совершенного преступления. По статье 44 УК РФ это воспрепятствование профессиональной действенности журналиста. Мы считаем все вместе, я надеюсь, я выражаю общую волю, наш интерес в том, чтобы сообщить о совершенных преступлении и сообщить о том, что Ярмолаев по сути обесчестил себя как федерационный управляющий и представителя Кукуна Бахмалов. С Михаилом Викторовичем Мокшиным я пытался поговорить, то есть зайти после Олеси, но Ярмолаев просто молча закрыл дверь. Тем самым он просто избегает общения с прессой и общения вообще с людьми. Я считаю, что он полностью себя обесчестил. Кто меня поддерживает, прошу поднять правую. Благодарствую. Здравствуйте. Все вместе. Мало узнают, они утром будут поставлены в известность. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Мало узнают, они утром звонили и я поставила в известность. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо записать справочку. Да, да, да. Продимать, что это вопрос. Давайте в помощницу пройдем, сейчас она запишет. Данная все. Пройдите, пожалуйста, все. Может меня подняется, что она запишет. Что это вопрос? Продолжение следует... Мы в соцсетях написали, когда я написала, да, там я в Астрыкино, значит, мне тут же подключились мамы, и они написали то, что вы имеете право прийти на личный прием со всеми заинтересованными лицами, вот, мы, у меня есть это скрипшот, то, что нас приглашали, да, на личный прием. Можете телефон убрать? Уберите просто телефон. Нет, не может, это мой телефон. И это самое, и... Кто пригласил? Я спросил, все ли пришли, потому что подключаться, мне позвонили, спросили, все ли подключились, нет, сейчас подключимся, ВКС, и все приглашу. А ВКС кем? А вы сегодня при должности? Высмите. Форма вам положена на рабочем месте? Сейчас. Как всегда, один и тот же сценарий, выйдите, пожалуйста. Да. Конечно, он без формы на рабочем месте. Сейчас все, что угодно может быть, не маски-шоу, и все остальное. Я тут три года назад был, знакомился с материалом дела. Ирмолаев на меня, опергруппу вызвал, с журналистами. Да, дорогие боги. А что это телефон-то боится? Как что? Я же пояснил. Он сейчас, скорее всего, в свою форму переодевается. Ну, пусть переодевается. Я не обостряю, он обостряет, а я сглаживаю. Потому что нам надо... Грамотно и по закону сглаживаю. Что, время пришло, пойдем. Здравствуйте. Никто не здоровый. По 238-й вопрос ручки, в каком состоянии дела? В 236-й. Не допускают меня к делу, так как они меня перевели в число свидетелей. Пострыкину я всю ситуацию изложила. Они звонили позавчера мне? В курсе всех событий. Здравствуйте, еще раз. Я сейчас перед вас позвоню. Утром они там разъездались. Ну, потому что не хотят принимать в очередной раз. Для того, чтобы опять отмолвать. Нет, нет, сейчас позвоним. Утром я все сказала. Сейчас пройдете, запишитесь. Если пройдете, будет принимать. Сейчас не слышно ничего. Надо выяснить, как это по вопросу. По одному вопросу. Тема одна, а по ней много вопросов. Хорошо. Конечно. А, и вам отправят. Вы знаете, по какому вопросу. Есть ли вопрос на это результаты проверки, расследования уголовного дела? Там есть сведения, как говорится, о пограждании персональных данных, тайные следствия. И всех подряд. Ну, а кто вы? А? Не гражданин, а кто вы? Какие фамилии? Вы можете их не озвучивать. Наталья Лидовна сказала, просто копия паспортов. Искими-то, она сама все сделала. Справка общения. Копия паспортов? На документ. Ну, ничего, я напишу сегодня. Я позвоню вновь, значит. А я против. Потому что уже дальше некуда водить меня за нос. Извините. Вот. Отказуровь ваши бумажки. Что за сбор персональных данных? Что, по одному? По одному хочешь? Давайте я первый пойду. Евгения Викторовна, мы вот пришли в пресс-мой комитет. Утром я поставила в известность ХМАУ, что мы придем, я не одна приду. Сейчас Владимир Петрович говорит, что я одна записана на прием. Ну, как бы сопротивляется принимать. Нас сказали всех по одному заходить. И у каждого, чтобы был свой вопрос. Ну, то есть вместе он коллективно не желает. Коллективно он не желает. Принимать? Это неправильно. Это тоже с вами согласна. Как нам быть в этой ситуации? Ну, ставить. Чтобы выслушали вас коллективно. Потому что у вас проблемы. А так как? Ввязаны. Если будут какие-то индивидуальные вопросы, значит. Можно их потом отдельно озвучить. Хотя сегодня утром мне с ХМАУ позвонили. И сказали, что вы можете прийти. Я им объяснила, что я буду не одна. А даже сказала, кто со мной будет. Как они мне дали отписку в чате. Что все заинтересованные лица. Я считаю, что со мной пишут заинтересованные лица. В данной ситуации. Теперь мы бегаем с кабинета в кабинет. Просим предоставить им персональные данные. И мы должны пройти к нему в кабинет по одному. Ну, нет. Надо настаивать. Просто фиксировать, что вас вместе не принимают. Проблема одна. Проблема касается медицины в городе Сургуте. Плюс подключилась общественность. Неравнодушные люди. Которые тоже являются потенциальными пациентами нашего медицинского учреждения. Тем более, если руководителю есть что бояться. Конечно, по отдельности. Ну, вот он бегает по кабинетам тут. Я не знаю, что он суету наводит. Настаивайте на коллективном. Я не знаю, что вы будете наставить. На коллективном. Значит, он говорит, там есть персональные данные, которые я не могу разглашать. Я говорю, так не разглашайте их. Мы зададим вам общие интересующие вопросы. Все, кто прибыли, согласны беседовать вместе. Поэтому, если нет возражений ни у кого, тогда он обязан вас помнить. А где настаивать? У кого настаивать? У кого? Вот люди спрашивают, у кого мы должны. У него? У Владимира Петровича? Ну, вы с кем общаетесь-то? Да, да. Он закрыл кабинет и ушел вообще. Он здесь? А, здесь. Фиксируйте. Фиксируем, ладно. Хорошо. Евгений Витальевич, ну, когда мы зайдем в кабинет, я вас наберу, ладно? Да, да, конечно. Радик тоже пришел. Так пойдем сейчас. Не бросай трубку, пойдем. Пойдемте все. Да, дождите. А? Заходите. Ну, что, мы приходим? А, пригласите. Ну, есть, но время уже, 7 минут. Не трогайте меня, пожалуйста. Я сейчас приглашаю. Руками меня не трогайте, пожалуйста. Господи. Вот так вообще. Нет, это вот так. Мы работаем. Они так разговаривают. У меня по-другому делу, получается, в любом случае отдельно, да? У нас одно дело. У нас одно дело. Не разделяйтесь. У вас вот другое дело, вы какого? Фредик, ты слышишь? Это наше общее дело. Теперь твой адвокат тоже. Я знаю. Мы все по твоему, по ее, по всему нашему вопросу. Все темы будем. Не надо бояться. Просто ему звонят, угрожают еще. Я хочу Мокшина посмотреть в глаза. Вот сейчас прям. Пусть он мне объяснит ситуацию. Все прошли. Олесь, тебе надо записать видео и объявление на весь город дать. Вот желательно с тобой вместе. Я не против. И ищем потерпевших за последние 10 лет. А в интернете были потерпевшие. Именно по этому поводу. Одна женщина писала, что ее прооперировали, и у нее загнил шок. Помнишь, писали? Да, она мне писала. Так я их всех скинула в полицию. В полицию скинула. Они в полицию приходят, говорят, так время уже прошло много. Вот как это? Вы не дали договорить. Надо не просто искать таких людей, а предоставить им образец заявления, что сообщение совершено преступлением. Я считаю себя потерпевшей. Мне стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статье 236 и по признакам 238. Считаю себя потерпевшей. Требую приобщить мое заявление к материалам дела и допросить меня в качестве света. Потерпевшей. И признать потерпевшей. Вот если их завалить такими документами, то одно такое заявление будет доказывать, что они обязаны проверить, был причинен ущерб или нет. Все дело в ущербе. Если ущерб был нанесен, никто не открутится. Кого-то посадят. А если такого заявления не получится, они скажут, что ущерба не было. Бабушка пришла к ним, 80-летняя бабушка пришла, она мне написала, я отправила, с ней созвонились. Она пришла, он говорит, так время уже прошло, мы от вас заявление не примем. Они не приняли у нее заявление. А она говорит, у меня гнило, все там, закнивало. Ну, она тоже женщина, говорит, у меня все тоже гнило. Народ просто не знает. А пришла в больницу, на ЖД туда сказали, что типа, ну вот просроченные у вас там нитки, вот эти вот гнилы есть. Ей на ЖД сказали? Да. Все записались по вопросу, да? С Губана начинаем, по очереди заходим. Нет, у нас коллективная. Мы уже звонили, узнавали. Вы отказываете коллективной приеме? Коллектив, я не провожу прием. Вы записывались непосредственно в управлении. Вы отказываете в коллективной приеме? Было управление записано, было Губаново. Правильно? Владимир, вы каком вопрос? Вы записывались? У меня вопрос один. Вы записывались? На данный момент один вопрос. Вы можете записаться, и я вас приму. Вы отказываете в коллективной приеме? Вам никто не отказывает. А почему вы тогда в СОМ-сетях публикуете, что мы можем прийти? Вам показать вот это? Что мы можем прийти к коллективам. Вы приходите по результатам расследования. Непосредственно есть там, по результатам расследования, чтобы обсуждать с руководителем, непосредственно есть данные, которые не могут быть голословными. Например, какие данные. Есть потерпевшие, которые у нас по другому факту тоже по уголовному делу пришли. Соответственно, я не считаю, что о данных результатах расследования должны знать полгорода. Мы про данные следствия не будем разговаривать. Поэтому речь об этом идет. Мы не будем задевать эти вопросы. Вы можете зайти, сейчас будет поочередно. Записываемся. Нет, у нас коллективно. Если в таком формате отказываемся, тогда в таком формате... Пишите отказ, значит, что вы отказываетесь нас принять коллективно на личном приеме. Евгений Викторовна, Владимир Петрович отказывает нам в коллективном приеме. Подожди, подожди. Я хочу зайти первым и сразу связаться с МОКШ. Вы можете связаться с установленным порядком. У вас ВКС работает? ВКС проводится личный прием. Вы записаны на личном приеме? Алло, Евгений Викторович? Нет. Вы можете позвонить прием на следственное управление дежурному следователю. Вы ошибаетесь. Это не я к вам записываюсь. А вы у меня на личном приеме. Вы отказываетесь. Потерпевший у нас по уголовным делам здесь есть же, да? Я хочу пройти по исследованию. Вы будете сразу с МОКШами? Хорошо. Ну вот так, Евгения Викторовна. Он не пустил, он забрал разника, зашел в кабинет и закрылся. И закрылся. С кем он ушел туда? С Радиком. Вот. Поэтому то, что они вас не принимают, это говорит о том, что они чего-то опасаются. Ну, я предколожу. Больше-то как? Ну, я не могу не зайти. Я сейчас после Радика все равно зайду, потому что у меня много к ним вопросов, Евгения Викторовна. Я этого ждала, как говорится. Но больше коллектив они не пускают. Он зашел и закрылся за закрытыми дверями, все. То есть они нарушают наши права в данный момент. Звони исполнителям МОКШина и говори, что приеме отказывают. Ну, не берут трубку, звонят. Сразу ли. Какой номер телефона? Запустили сначала. Набирай. Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется? Чего? Можно понять. Ты видела, как он рукоприкладство применял к журналисту при исполнении должностных обязанностей? 144-я статья ОКР. Воспрепятствование журналистской деятельности. Я сейчас позвоню, оставлю сообщение о совершенном преступлении. Конечно. Я сейчас позвоню в Москву еще выйду. Не беру ту. Сколько уже звонок идет? В расписи ставили. Больше минуты, да? Ты уже третий раз звонишь? Это да, уже третий раз. Там только один телефон был указан. Да, да. Пятый час. Так это где? Называемый абонент не отвечает. Так это его распоряжение. Это мог же он распорядился вас напускать. Вы что думаете? Мы можем только предполагать. Ну да, предполагаю. Ты что, сама пойдешь? Олеся, сама сейчас пойдешь? Да. Может меня вперед пусть? Не надо. Я пройду. Но не пустят все равно. Зачем? Вам не надо? Все, сначала делается всегда так. Сначала видеопоход, потом монтируется видео с фактами применения физической силы журналисту при исполнении профессиональной нырки. Делается видео, а потом пишется сообщение о совершенном преступлении в порядке ВПК-141 ВПК РФ и отправляется в прокуратуру. Я подпишусь, ты напишешь, я подпишусь. Я предоставлю образец, каждый из вас индивидуально может отправить через интернет-приемную. Подписываться не надо. Можете по телефону 102 позвонить, оставить сообщение о совершенном преступлении. Вы мне этим очень поможете, зафиксировав тот факт, что журналисту, заместителю главного редактора СМИ Камчатский регион, при исполнении должностных обязанностей была применена физическая сила. Я не тебя сюда приму? Нет. Ты просто фиксируешь факт. Ты звонишь и говоришь, примите сообщение о совершенном преступлении. И говоришь, что произошло. Пытался вытолкать из кабинета. Хватал за локоть. Мне напишут, я буду заикаться. Я тебе позвоню. В его действиях усматриваю признаки совершенного преступления. По статье 144 УПК РФ воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Как вас защищать, я не понимаю. Сказали выйти, вышли. Сказали пройти, пошли. Сказали, кстати, ксели. Ты же первым вышел. Где? Оттуда? Да. Я последний вышел. Меня вытолкали за руку. Ладно. Молодой исправлюсь. Адвокату позвоню. Алло. Евгения Викторовна, я зашла к Владимиру Петровичу. Сейчас будет прямая связь. Одна зашла. Хорошо. Я на связи. Ага, сейчас соединят. Начну я, наверное, сначала про просрочку. Ну да. Общие вопросы. Сейчас я приеду, напишу в Москву вот это все, потому что, ну, беспредел. Адвокат мой. А что, я не имею права с адвокатом? Это адвокат Евгения Викторовна. Нет, не выключу. Евгения Викторовна, он вас приспятствует, чтобы вы были со мной на прямой связи. Ну, мы неоднократно уже таким образом участвовали на личных приемах. Какая причина-то включения связи? Ну, потому что неизвестно, сколько людей рядом с вами находится. Если только вы подключитесь непосредственно по WhatsApp, чтобы видно было, что вы одни, и посторонние. Давайте по WhatsApp, Евгения Викторовна. У меня нет такой причины еще возможности подключиться в видео. Адам, Губанова рядом вот сейчас готова. Ну, он мне вас препятствует, я не знаю. Отказывайтесь от личного приема тогда. Слушайте, ну это вообще беспредельно. У меня есть доверенность на представление. Так вот, я ее даже с собой взяла. Представляете же, вы можете здесь присутствовать. Отключись просто. Что делаем, Евгения Викторовна? Или я задам все-таки вопросы? Да, можете задать. Ну, нет. Вас заставляют выключать телефон вот сейчас? Ну, на каком основании-то? Пусть сошлются на норму какую-нибудь. На норму сошлются. Это данные следствия. Уголовное законодательство. Можете ознакомиться. Вы, как адвокат, должны знать об этом. Я, как адвокат, все свои права знаю. А вы свои обязанности, похоже, не знаете. Есть доверенность, которую вам представили. Я участвую онлайн. У нас позволяет сейчас техника таким способом. У нас органы, у нас уголовное производство. У нас не гражданство производства. У меня нет у вас уголовного производства. Ни одного. Уголовное процессуальное производство у нас. Уголовное процессуальное производство. Проводится уголовное социальное проверка по вашему заявлению. У вас не возбуждено ни одно уголовное дело на данном этапе. Уголовное социальное производство. Проверка проводится. Ну, в общем, он говорит, чтобы я выключила телефон. Вот данные, только возьмите вот этого сотрудника, хорошо? Ну, это Ермолаев Владимир Петрович. Это сам, да, начальник Следственного комитета. Вы сейчас сразу скажите Мокшину, да, что у вас такая ситуация возникла, что препятствует с адвокатом? Ну вот сейчас вот на прямой связи. Хорошо. Здравствуйте, Михаил Викторович. Да, добрый день. Михаил Викторович, я пришла на личный прием к вам с адвокатом. Да, слышно, с адвокатом, но адвокат у меня находится не в Сургуте. И как бы Владимир Петрович говорит, что я не имею права на это, чтобы я выключила телефон. Я хотела бы узнать, какие существуют нормы, да, для того, чтобы воспрепятствовать мне быть на личном приеме с адвокатом. По телефону? По телефону, да. Товарищ полковник, я почему настоял на этом? Потому что непонятно, с кем мы подключились. Она по WhatsApp предоставит документы удостоверяющей личности. У меня есть с собой доверенность полная. Неизвестно, и при этом неизвестно, с кем мы разговариваем. Может быть, мы в прямом эфире, публично она там разговаривает. И сведения о результатах проверки, расследованиях, возможно, могут стать известны неопределенно кругу лиц. Что, по моему мнению, не допустимо. А почему адвоката-то не присутствует? Ну, потому что адвокат находится не в Ханты-Мансийском автономном округе. Он находится в другом регионе. Я предложил адвокату подключиться в режиме WhatsApp, чтобы мы увидели ее, могли сопоставить ее личность, что она является адвокатом именно по этому доверенности, а не Петров, Иванов, Сидоров, там, иное незаинтересованное лицо. А вы сами хотя бы представьтесь? Вы кто? Вы не представились? Вы хватит на дело по городу. Ну, он же не представился даже мне. Ну, пусть представится, кто он. Уж знаете, кто он. Ни удостоверения мне не предъявили, ничего. Ну, с другой стороны, ну, брат, мы же не видим, кто там. Ну, я тоже не знаю, кто это сидит. Ну, подождите, Алис, ну, зачем вы? Ну, в чем мы, на конкретную ситуацию? Ну, вот именно, зачем? Я пришла по делу, по большому делу. Я устала, что вы меня водите за нос уже второй год. Ну, давайте, в чем мы вас водим? Да, давайте, конкретно, что у нас. Так, конкретно, значит, первый вопрос у меня. По просроченным медицинским материалам, да, на протяжении длительного периода времени медицинское учреждение оказывало помощь населению некачественными медицинскими материалами, а именно просроченными. Ну, насколько я понимаю, что я знаю, как там. Это самое. Евгения Викторовна, я отключусь пока. Отключите, пожалуйста. Хорошо, давайте разговаривать. Да, да. Извините, пожалуйста. Выключите. Вот, значит, я подавала, вы знаете, заявление, следственное, ну, комитет к вам. Значит, на основании этого заявления мне было отказано от возбуждения уголовного дела по статье 238. Материал был передан в УМВД, в следственное управление, где было возбуждено, спустя 8 месяцев возбуждено уголовное дело по 236 статье. Значит, когда я прихожу в следственное управление города Сургута, да, значит, мне там говорят о том, что это все-таки не их материал, а следственного комитета. Я хотела бы, чтобы вы прокомментировали данный момент. Ну, я так понимаю, мы по этому поводу встречались, и мы же письмо в прокуратуру тоже писали. Они после нашего письма изъяли там, да, насколько я знаю, Владимир Петрович? Что изъяли? По материалам, по просрочным материалам. Нет, дело, 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 они же изъяли, передали. Нет, нет, мне пришло документное. Не нам, не нам, нет, подождите, Алексей, они не нам, они у себя там, по-моему, изъяли из одного отдела полиции, передали, Влад, там. Ну, в следственное управление оно расследуется. Нет, а у них поставлено контроль в окружной прокуратуре, насколько я знаю, и на основном контроле данное уголовное дело находится, оно расследуется, установлено, по-моему, порядки следовательного следственного управления. Но следственное управление города Сургута непрерывно мне говорит о том, что это дело следственного комитета. Статья 238. Я не могу. Потому что там были пострадавшие маленькие дети, до 6 лет. Послушайте, что надзор за ними прокуратура осуществляет. Прокурор изымит, отдаст нам, будем расследовать мы. Мы письмо прокурору писали в этой части. Хорошо, значит, был отказ от возбуждения уголовного дела по 238 статье. На каком основании? У меня есть постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Основания там не прописаны, не проводилось, никакая проверка вообще не проводилась. Не были изъяты истории болезни пациентов. Не проводились никакие экспертизы. На каком основании был отказ от возбуждения уголовного дела по 238 статье? Ну, там же постановление расписано. Ничего там толком не расписано? Ну, давай. Ну, сейчас я найду, у меня все есть. Ну, я, насколько понимаю, отказали по 238, усмотрели там 236. А каким образом усмотрели? Скажите, пожалуйста, каким образом усмотрели, если не была проведена даже элементарная проверка? Элементарная проверка не проводилась. Каким образом они усмотрели? По своему собственному желанию? Или интуиция им подсказала? Вот это мне непонятно. Ну, как они усмотрели? Как? Профессионально как-то? На основании каких документов они это усмотрели? Давайте, я посмотрю. Давайте посмотрим. Вот у меня есть все отказные материалы. Я сейчас... Ну, у вас они, наверное, тоже есть. У вас они тоже, наверное, есть документы, постановления. Есть, по-другому факту. Просто мне не понятно. Вот я обычный житель, да, города Сургута. Отказ от возбуждения уголовного дела. На основании чего? Если ничего не проводилось. Давайте, Олеся... Возьмите, пожалуйста, этот вопрос на заметку. Владимир Петрович, ты скажи, у нас по этому факту же отказной? Именно по 238. Сейчас я найду. Напомню. Нет, по данному факту определена была квалификация, насколько я помню. И направлена в полицию. Об этом мы неоднократно уведомляли. Я сам рассматривал обращение. Сейчас я найду. У меня есть все документы. Не проводилась проверка никакая абсолютно. Им подсказала интуиция. И поэтому они отправили ее на возбуждение в УМВД города Сургута по 236-й статье. И в итоге возбудили уголовное дело спустя 8 месяцев. Товарищ полковник, я думаю, данные доводы являются первичными. И на настоящий момент сложно ответить. Я вам сейчас предоставлю документ. Я вам сейчас предоставлю документ. Ранее с такими доводами она не обращалась. Поэтому мне сложно ответить. Как я не обращалась? Олеся, послушайте меня. Я не слышу, чего вы говорите. Мы вас услышали. Постановление об отказе по 238-й проверено. Были очень много пострадавших детей до 6 лет. До 6 лет. Никто это не проверял. Абсолютно. Сейчас я вам скажу, от какого числа этот материал. Юхневская отказа. До 6 лет. Только подождите. До 6 лет вы говорите, дети пострадали. А в чем? В чем там выразилось? А, ну, дети гнили. Тоже. Дети нагнивали, загнивали. Ставились вентрикулярные катетеры. С 12-го года просрочки. В голову, если вы понимаете. А я *** говорила, что дети не перспективные. И так сойдет. Кто дал право этим людям решать? Что они не перспективные? Ну, потому что они приехали с гидроцентра. Они погибнут, что ли? Ну, типа да. И что, они погибнут? Она вам лично говорила об этом? Она всем нам говорила об этом. А вам лично говорила? Говорила. А где, когда? На рабочем месте. Когда? Ну, да. На протяжении всего периода времени. Когда, насколько были эти вентрикулярные катетеры, которые поднимались. Олеся, ну, подождите, подождите. Ну, вам известны случаи, когда ребенок погибл от этого или нет? А много погибало. А никто не проводил экспертизы. Вы же понимаете. Ну, я не могу сказать. Это же ваша работа. Вы же должны были это расследовать. Никто же это не расследовал. Нет. Ну, сейчас, подождите. Я сейчас вот на данный момент. То есть, вам лично вот неизвестны случаи, когда от этого. Чтобы мы тоже понимали. Одно дело, когда вы скажете... Мне известны случаи, что дети умирали. От септических, менингококковых инфекций. Проведите статистику. Проведите экспертизы. В конце концов, истории болезни. Сделайте выборку. Я не знаю, как у вас это все делается. Вы же профессионал. Вы должны понимать это. Я простой человек. Я не знаю ваши нюансы работы. Ну, просто у нас обычно заявляют. И мы проверяем все эти моменты. Ну, я сколько раз заявляла. На сегодняшний день я посчитала. Конкретно есть то, что мы не знаем. Ну, сколько раз я заявляла. Вы посмотрите, сколько у меня обращений. Следственным комитетом не проведена ни одна проверка по этому факту. Ну, подождите. Вот вы сейчас тоже заявляете. То-то, то-то, то-то. Но конкретно факты вы же не называете. Поэтому тут... Ну, а следственный комитет провел... Михаил Викторович, а следственный комитет провел проверку по моим заявлениям. Они вышли в больницу. Они проверяли. Они изымали документы эти. Для того, чтобы отказать от возбуждения уголовного дела. Ведь этого же ничего не было проведено. Если с журналами они это все изъяли. Это понятно. Я видела сама эти журналы. Они работали с ними. Тут не поспоришь. Давайте. Ну, вот сейчас вы тоже. Вот видите, вы сказали, что там дети умирали. За какой период? У меня главный вопрос. Если среди 202 пациентов уже доказаны дети младше 7 лет. Если есть хотя бы один, то это уже 238. И ущерб малолетним детям. Угроза жизни и здоровья. Вы статистику проведите? Исследую. Я не знаю. Я могу только предполагать. Мы проведем. Но вы сейчас заявляете, что погибли. Я не заявляю. Я предполагаю. Подождите. Меня послушайте. Если у вас нет, то вы так скажите. Я не знаю. Ну, чтобы мы тоже это понимаем. Или у вас период есть. В каких годах это происходило. Я не вела статистику, Михаил Викторович. Это не входит в мою компетенцию. Вести статистику по смертельным исходам. Но то, что этих детей брали на операцию по несколько раз. Вот это я вам могу сказать точно. Привезли ребеночка чистого с роддома. Установили вентрикулярную систему. Потом мы его брали. Ребенок плыл. А плыл, чтобы вы понимали. Гнойный был. Нагноения были. Конечно, этому могут способствовать много факторов. Да, иммунитет и все прочее. Но и не нужно исключать, что это было все из-за просроченных этих вентрикулярных катетеров. Потому что вентрикулярные катетеры поднимались с подвального помещения в огромных количествах. Вот такими коробками. Понимаете? Часть, значит, поднималась в операционный блок. Нам отдавала. А вторая часть у нее хранилась на складе. И все эти катетеры, они были, я вам сейчас скажу, там я диск записывала, с 11-го, с 12-го года просрочки. А это был 21-й год. Мы их пытались перестерилизовывать с коллегами. Об этом тоже знают все. Если вы будете опрашивать, они вам расскажут, кто не побоится. Но они ломались в голове у ребенка, они обламывались в конце, потому что они не принадлежат для перестерилизации. Никто ничего не проверил. Лично следственный комитет вообще не проверил ничего, но отказал от возбуждения. Ну, с какого времени это началось? Что? Вы сколько времени работали? Ну, 8-9 год. Ну, это все 8-9 лет продолжалось? Случались случаи, были. Просто вот вы сказали, период не знаете. Нам за какой период? Ну, мы сейчас запросим сведения. Да возьмите хотя бы за 3 года, вам будет там ясно и понятно. Возьмите журналы, сопоставьте, сколько этот ребенок раз подавался в операционный. Вы увидите все своими глазами. Там были не единичные случаи. Я сейчас это, вы сказали, что погибли. Это вы про погибших сейчас или те, которые живы остались? Я что-то уже запутал. Я говорю сейчас про всех пострадавших. Про всех, понятно. Детей в том числе. Которые влечены. По сколько раз их брали? Товарищ полковник, я сейчас изложу. В этой части неоднократно у нас губаной прием осуществлялся. Конкретных фактов она не заявляла. Говорила, что это ясно на ее предположениях. Несмотря на это... Не, ну, я сейчас не могу... Я понял, несмотря на это... Мы записали, посмотрим эти моменты. Несмотря на это, в настоящий момент мне достоверно известно, что в рамках расследования уголовного дела следственного управления МВД данная версия проверяется. Имеет требования данной статистике, истребована, насколько я знаю. И вот именно до УДЮ в этой части расследуется. В управлении следственном. Да, она потому что является предметом расследования именно уголовного дела непосредственно полиции. Но я же не говорю об этом, что с ней расследуют. Есть такие свежие признаки именно использования медицинских, так сказать... Ну, понятно. Да, повлекшие, в том числе, смерть. Там как раз именно вот последствия нужны. И они в этой части как раз являются предметом расследования. А я сейчас говорю не про следственное управление, а про следственный комитет. Если вы меня поняли. Я говорю про следственный комитет города Сургута. А не про следственное управление. Я не разъясняла, что мы не можем вмешиваться в расследование других органов, если им уже по аналогичному факту проводится расследование. А как вы ее передали тогда, это дело, если вы ничего не сделали? Вы отказались же от возбуждения? Мы не имеем права проводить расследование, уголовное дело, которое не относится к нашей компетенции. А, то есть это дело не вашей компетенции, да? Это компетенция следователей полиции. То есть это не 238-я, а 236-я все-таки? Совершенно верно. Ну, хорошо. Посмотрим. Я не согласна с этим. Я буду это все обжаловать сейчас. На высших уровнях. Потому что ходить на личный прием к Ермолаеву, Владимиру Петровичу, безрезультативно абсолютно. А у них там, Владимир Петрович, ну ты вот сейчас доложил об этом. У них есть там какие-то подтверждающие? Насколько я знаю, данные факты ими были выявлены из-за прошлой медицинской документации. Сейчас либо назначили, либо рассматривали вопрос назначения экспертизы о наличии прямой причины следственной связи. Я вам могу сказать, какие данные. У меня есть постановление о подтверждении, что в бюджетном учреждении использовались просроченные медицинские материалы. Это подтвердили не только ОМВД, но и, вы знаете, комиссия с города Тюмени. И подтвердили, что медицинские материалы с истекшим сроком годности были использованы 202 пациентам за 21 год. Но это капля в море. Потому что на 2020... Ну, по медикам-то у нас по 238 статье, там же есть разъяснение пленума, мы-то туда, они, медики, не попадают у нас. У нас они туда попадают или по 109, если человек погиб. Вот мы же направляем дела, если оказывается там медицинская помощь, и человек погибает. Мы направляем по 109, по 238... А никто не расследовал? Ну, послушайте это, Олеся Семеновна. Не от того, что не расследовать. Потому что, ну, статья, она не предусматривает ответственность медицинского персонала в больнице. По 238, там есть 293, халатность, или 109. Да, да, а почему-то про 293 вообще ни слова. Послушайте, Олеся Леонидовна. Поэтому вот и отправили туда по 236, которую я вот просто открыл, посмотрел, она предусматривает за использование, я так вот понимаю, нарушения. А скажите, пожалуйста, а почему прошла мимо статья 293? Это ведь халатность? Халатность, вот сейчас посмотрим. Ну да, вот прям... Подождите, у нас материал сейчас почем там? У нас только журнал. У нас заведомо ложное внесение в журнал оперативного участия. А, то, что вы поняли. Не могу найти. Значит, мне тоже, да, интересует, я хотела бы тоже получить, ну, мы сейчас, наверное, письменно оформим, почему 209, какая там халатность, статья тоже почему-то упущена, непонятно, почему она нигде не прописана, да, в постановлениях от следственного комитета. Только прописано 234. По халатности, давай посмотрим, что там... Еще один момент, значит, сейчас я, наверное, напишу новое заявление, я держала этот момент, значит, во время оперативных вмешательств в БУ Сургутская клиническая травматологическая больница использовались дрели, которые были куплены в строительных магазинах, это шуруповерты обычные, да, которым присверливают, вот, я не знаю, там, потолки, двери, значит, за место силового оборудования, которые не подлежат вообще никакой обработке по своей инструкции, да, они проходили стерилизацию во время оперативного вмешательства. Говорю я это не голословно, у меня есть видеодоказательства с операционных, с этими дрелями, с этими батарейками. 20 февраля 2022 года, бюджетное учреждение Сургутская клиническая травматологическая больница. Хочу вам показать, какими дрелями мы работаем. Вот дрель Макита, это держится шуруповертом, который закупается в обычном строительном магазине, который, в паспорте его не указан, даже метод стерилизации. Простерилизован он, она, эта дрель, 20 ноября 2021 года. Вот дата стерилизации. Также к этой дрели идет батарейка, Макита, это не является силовым оборудованием, которое закупается в магазинах специализированных. Эти дрели закупаются у нас в обычных строительных магазинах. Сейчас я вам покажу, что хотела показать. Посмотрите, вот она, вся ржавая, проржавевшая. Когда мы туда ставим сверло, вот эта вся ржавчина летит в рану пациента, потому что эти дрели не предназначены для работы, не применяются в операционных, для проведения хирургических операций. Обычные шуруповерты. Я так подразумеваю, что наша больница просто экономит. Закупаю их в строительных магазинах. Вот, пожалуйста. Вот. Вот контроль стерильности, что эта дрель стерильна. Необходимо запросить паспорта и посмотреть, рекомендуется ли стерилизация данных шуруповертов. Таких дрелей у нас две. Вот еще здесь одна. Это Бош. Является также обычным шуруповертом. Открывать не будем, может пригодиться на операцию. Также все коррозировано. И при сверлении это все попадает в рану пациента. Простерилизована она 18 ноября и годно до 19 ноября 22 года. Вот к ней батарейка идет. Бош. То есть мы вместо того, чтобы покупать силовое оборудование, которое стоит достаточное количество денег, покупаем обычные шуруповерты и лечим людей. Широко они используются при травматологических операциях, хотя они очень неэффективны. Еще раз повторюсь, что для их стерилизации в паспорте не указаны ни методы стерилизации, ни проведения проб. Ну то есть это не специализированное оборудование. Этим все сказано. Также вот они здесь стоят на зарядных устройствах, эти батарейки, вместе с специализированными батарейками, которые подходят к силовому оборудованию, которые предназначены для проведения оперативных вмешательств. В отличие от этих шуруповертов. 6 апреля 2021 год. Вот я заявляла о дрелях, которые у нас в оперблоке мы работаем, пациентов лечим, со строительных магазинов. Комиссия мне сказала, что у них они могут как бы можно ими работать в медицине. Это обычные дрели с строй двора. Вот они их попрятали за стеллажи. И вот они тут еще спрятаны материальные ценности. Среди грязи, маски, шапки и бахилы. Значит, во время оперативного вмешательства использовались они на установку пластин, металлоконструкции. Значит, с этой дрели сыпалось вот такими комками ржавчина в рану пациентов, потому что у нас не было силового оборудования. Просто они решили этот вопрос пойти в строительный двор и закупить шуруповерты. Вот как вы считаете, как начальник следственного управления, это допустимо вообще в медицинских учреждениях? Конечно, недопустимо. Я тоже так считаю. Если жизни и смерти не стоит, конечно, недопустимо. Это шуруповерты, чтобы вы понимали. Да я понимаю, конечно. Ну, конечно, есть специальный инструмент, который... А специальные инструменты почему-то не приходили. Они говорят, были закупки. Я не спорю, наверное, были закупки. Но я вам клянусь, что в 21-м году практически в операционном блоке нечем было людей оперировать. Нечем. Вся просрочка была заполнена под столами, на стеллажах, на каталках, в больших контейнерах. Это был какой-то апокалипсис. Я не знаю, может быть, вы мне не верите до сих пор. Я это все равно докажу, потому что это правда. Ну, нечем было лечить. Они говорят, что закупки проводились. Ну, а где тогда это все было? У нас не было гемостатиков элементарных. Нам привозили людей с ДТП. Шесть человек, четверо. У нас одна была гемостатическая губка. Медсестра старшая говорит, ну, вы, пожалуйста, поэкономьте. А как можно экономить? Я как? Да я ее лучше в помойку выкину тогда. Я как должна? Между двумя-тремя детьми ее как я могу разделить? До такой степени был кризис. И сейчас мне приходит тысяча отписок, что мои слова не нашли подтверждения с учетом того, что все вывезли. Дали время вывезти это все. Все просроченное было. Нуждаемость была просто невероятная. Использовались инструменты, которые предназначены для одного оперативного вмешательства на ВИЧ-инфицированных пациентов. Допустим, Легошу. Мы им отработали, мы должны его утилизировать по инструкции. Поговорила, мы должны были его запечатать, подписать, что он ВИЧ-инфицированный и дальше использовать. Вы считаете это допустимо? Я считаю, что нет. А с кем его использовать, если он ВИЧ-инфицированный? Только с ВИЧ-инфицированным. А у нас пациенты поступают, чтобы вы понимали, в разных стадиях шока. Он вам тоже может сказать, что он ВИЧ-инфицированный. Это недопустимо. Я вам говорю, нечем было лечить людей. А параформалиновые камеры. У нас стояло три огромные параформалиновые камеры, чтобы вы понимали. Это 37% формалин, разведенный с хлорсодержащим средством. Мы открывали крышку этой камеры, у нас рвота начиналась, несмотря на то, что мы были в масках. говорила, что после проведенного оперативного вмешательства, то, что осталось с операцией в кармашиках, там у нас операционной сестры губки гемостатические, шовный материал, кстати, просроченный. Мы складывали в эту камеру. Это все, вы понимаете, что это все пропитывалось формалином, это яд. И должны использовать на следующую операцию. Я вот выкидывала это, писала вот такими пачками объяснительные записки, потому что мы должны были экономить на жизнях пациентов. Не было ничего. А сейчас, а сейчас? А сейчас в декабре месяце 21 года 4 раза завезли шовный материал. Врать не буду. Завезли одноразовое белье. Наконец-то. Завезли гемостатики, завезли хорошие гемостатики. Не только вот тахокомбы и гемостатические губки, но еще и пасты различны. Завезли. Ситуация в оперблоке улучшилась после всего вот этого события. Сколько было подано заявлений и обращений. Вылили все просроченные дезинфицирующие средства, антисептики. У нас руки горели вот так. Она писала, что выдает нам крема после чирургической обработки рук. А кремов не было. Все было своровано, я так предполагаю. Все вылили. Сейчас все новое, чистое, с хорошим сроком годности. Ситуация улучшилась. Убрали вот эти вот все два шуруповерта у нас, Макита и Божий было, их два. После вот этой федеральной проверки, которая приехала с Тюмени, убрали все. Слава Богу. Она видела этого? Нет? Она сама в этом участвовала. Не, не, я имею в виду проверку, шуруповерты видела? Видела, видела, да, да. А чем они объяснили эти шуруповерты? Знаете, я была немножко удивлена, они сказали, ну ладно, ну и что они лежат, ну ничего такого, но спустя две минуты их уже на стеллажах не было. Видимо, я так предполагаю, что все равно какая-то взаимосвязь есть, ловцом и быстро убрали все вот эти зарядные устройства, вот эти два шуруповерта, у нас их два было в блоке, в нашем блоке, но они были и в других блоках. А сейчас вот их убрали шуруповерты, сейчас закупили? Нет, нового пока ничего не закупили, на данный момент у нас один страйкер, это для трепанации черепа, и дрель легенда и синтез, на которых постоянно нету никаких расходников. Сейчас я вот месяц была в отпуске, в августе месяц, и сейчас нахожусь на больничном, выйду с больничного, посмотрю, какие расходники есть, но когда уходила в отпуск, расходников не было, то есть это не было ни эпилок, ничего, приходилось... А чем тогда сейчас на ней сверли? Ну вот, одна легенда у нас осталась, это пневмодрель, это силовое оборудование для трепанации черепа и один страйкер, и у нас еще четыре сейчас, одну она еще дала дрель для травматологических операций, вот четыре сейчас дрели на травматологические операции. Нужда была острая, вообще вот, я не знаю, дрелей не было, мы их таскали непрерывно в ЦСО после каждой операции, когда их оставалось две, а поток ведь непрерывный, город тоже немаленький, нам везут и везут, то есть приходилось постоянно выслушивать негодование докторов, но мы, от нас-то это не зависит, а я всегда говорила, вы должны экономить, мы не можем себе позволить купить, для сосудов на голову был собран вот такой лоток с шовным материалом, порядка 10-12 коробок, а он был весь просроченный, я нашла там нитки с 2014 года, чтоб вы понимали, это ушивались анастомозы внутри головы при трепанациях черепа, с 2004 года, я не знаю, я вам отправляла видеодиск, вы его смотрели хотя бы, это диск реальный, это не подделанное ничего, это диск с операционных, и это всего лишь маленькая доля той истины, которая там была за закрытыми дверями, вы смотрели, я вам лично отправляла с письмом видеодиск, нет, я не знаю, а где он, я вам лично отправляла, ЕМС почтой с заявлением, ну посмотрим, я что-то не готов, посмотрите, пожалуйста, если вы мне не верите, проведите экспертизу на подлинность этого диска, это же ведь можно все сделать, я вас не ввожу в заблуждение, я говорю правду, ну как еще доказать, как, готовы коллеги говорить, уже очень много людей, сейчас вот просто там пришли некоторые коллеги, но большинство на работе, до пяти они работают, они готовы, готовы составить коллективную жалобу, но как еще достучаться, чтобы нас услышали, как, это все было, это все правда, вот я лично предполагаю, что здесь какое-то попустительство или заинтересованность, я не знаю, вот как, ну объясните мне, пожалуйста, идут угрозы мне на работе, на работе, прямые угрозы моей жизни, приближенные люди, гораются, говорят, что они мне выкинут с окна, что я сегодня последний день живу, есть аудиозапись, а вот и ныне там, одни отписки, отказ, 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 объясните мне, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы вы поверили, что это было все, ну я сам и всегда говорил, что я не говорю, что это было, ну а почему такое попустительство, почему такая безнаказанность, что значит мы не можем себе позволить, что значит, ведь государство же выделяет деньги, и мы становимся невольными соучастниками, а потому что нечем лечить, нечем лечить, или ты спасаешь человека, или он умирает, а ничего нету, кроме просрочки, все забито, так она еще что делала, я вам об этом тоже говорила, поднимались с подвала, эта просрочка, вся там 16-14 год, последнее время был 16-14, 12-й был, она брала нитку с коробки с одной, отправляла на бак посев, говорила, бак посев приходил отрицательный, значит у нас велся этот листок, видео тоже есть, посмотрите пожалуйста, и еще полгода продлевала срок годности просроченного медицинского материала, мы открывали нитки на печень, тяжелые сочетанные травмы привозили, тяжелые ДТП у нас бывают, да, вы знаете об этом, они у нас в руках рассыпались, а иголка оставалась в руке, то есть труха, чтобы вы понимали, это что, неправильное хранение, или не приходили просроченные, я не знаю, с подвалов поднималось это все, приходили в подвал, опять полные коробки были всего, думали, ну все, сейчас срежем втихаря там, выкинем, что-то еще там, где-то как-то утилизируем, ну нет, оно не заканчивалось, оно поступало и поступало и поступало, я так предполагаю, а списывались лично вентрикулярные детские катетеры, этому тоже есть подтверждение, посмотрите видеодиск, как новые вентрикулярные системы, если надо, я вам еще отправлю видеодиск, у меня их много. Давайте мы посмотрим, если нету, да, я посмотрю. Ладно, Олеся Леонид, давайте мы, ну, попробуем сейчас, может быть, действительно посмотрим подвес 93-й с этой стороны. Весь 38-я, я говорю, тут она по плену, мы туда ничего там нету, медики не отвечают за нее по этой статье. Это если только, ну, там частная какая-то косметология, там еще что-то. Очень обидно, что, как пишется везде в отписках, что ваши доводы не нашли подтверждения, а кто это подтверждал? Ничего никто не расследовал. Олеся, ну давайте, что мы сейчас не будем. Ну, я хочу, чтобы вы меня услышали. Сегодня я какой раз у вас наличный приют? Я слышу вас. Ну, сколько можно? Я не говорю, что этого не было. На меня обижаются, что я в соцсетях публикую, а мне делать ничего не остается. Город Сургут глухой, слепой, он не хочет воспринимать информацию почему-то. У нас что там травматологическая скорая помощь или что у нас там? Операционный блок, это Сургутская клиническая травматологическая большая больница. Хорошая большая больница. Да, это больница. Что? Одна такая больница, да, там Сургут. Травматология одна. Хорошая, добротная больница с замечательными специалистами, но, увы, почему-то снабжение очень страдало. Мы можем только предполагать почему. Специалисты от Бога там работают. Говорила и буду говорить. А коррупция растет. Еще один вопрос. Леониду, ну еще раз, мы вернемся сейчас в подъезд 93-й именно со стороны закупок, может быть, посмотрим. Мне пришел ответ, что закупки проводились в прокуратуре, но у нас есть, потом с адвокатом мы отправим вам другую информацию, как они проводились, каким образом. И откуда все это бралось? Мы опишем вам в письме заявление, отправим на Бастрыкина, на вас в три шапки. А откуда это все бралось? Ну, мы напишем вам в письменном варианте. Ну, то есть у вас как бы есть понимание, откуда они там? Ну, было проведено некое расследование независимое. Это же сейчас все в доступе. Давайте мы с этой стороны что-то посмотрим. Только по закупкам, да, вот по 2-3, здесь мы можем что-то посмотреть. И причем я хочу вам сказать не только оперблок, но наш блок страдал конкретно. Так это я посмотрела, где девочки погибли, оказывается, этот персонал закрывали под ключ, они утилизировали это быстро все перед комиссией. это вообще больницы похоже такой бы. Я не могу говорить, я могу предполагать, но выходит ужас. Вот это когда... я тут почему конкретно, вот если есть конкретный момент, как вы сказали, поэтому мы сейчас посмотрим по закупкам, по моментам, по этим, насколько они там эти... Я не знаю, как вот. По журналам давайте, раз времени у вас мало, по журналам, по поделке вот этой, что там поделывала, записи эти, все. Значит, я ознакомилась с материалами проверки, я была в шоке просто. Может быть, следователи некомпетентные работают? Действие было в 21-м году. Часть документов запрошена за 20-й год. Запрошены графики без подписи, расследованы, исследованы, как правильно у вас сказать? Ну, у меня что ли совсем за дурочку какую-то принимают? Ну, я владею, хоть юридически я неграмотная, но... Подождите, я действительно... Ну, тут графики запрошены, мышек запросили, я так понимаю, то, что предоставили, то... Ну, значит, они вас ввели в заблуждение, получается так? Это не те графики, у меня есть графики. увидели другие, ну, поэтому вот вам и дали ознакомиться, посмотрели, вы, я так понимаю, возмутились, то, что там были другие графики, а те, которые предоставили, это не те графики, которые ввели... Вопрос к вам. Почему действия были в 21-м году, а документы запрошены за 20-й год? Я не просила расследовать 20-й год. А? Я не просила расследовать 20-й год. Запросили, но еще нет. Чего мы, Владимир Петрович, чего мы запросили с начала 20-й год? Ну, то, что последователь смотрели, с какого времени работать нас интересовала информация. А 21-м не запрашивали. Запрашивали 21-й. Очень мало за 21-й год информации. Я вас очень прошу ознакомиться лично с материалами проверки. Я, может быть, говорю юридически неграмотная, но я понимаю, чем идет речь. Давайте, Олеся Леонидовна, вы же посмотрели. Мы поэтому почему и знакомы не только вас, а других, которые заявляют, что вот эти моменты, ну, понятно, с той стороны вы знаете больше, вы же там с внутренней стороны. Так же? 21-й год, естественно, запросим сейчас 21-й год. А еще вы ознакомились, что там еще на вашей... Ну, я предоставила ходатайство в письменном виде, да. Значит, был такой момент, меня пригласили на очную ставку. Я ознакомилась перед этим с материалами проверки. Владимир Петрович меня пригласил на очную ставку. Но это даже, наверное, будет глупый человек понимать. Для того, чтобы идти на очную ставку, должны разниться какие-то показания, да, и чтобы я могла этим людям задавать какие-то вопросы или там полномоченное лицо мог задавать вопросы, ни один из этих лиц не были допрошены на настоящий момент, когда планировалось проводить очная ставка. Хочу, чтобы Владимир Петрович пояснил данную ситуацию. Ну, данный счет, это неправда. А как неправда? На день приглашения очной ставки были допрошены и те лица, которые указаны... Кто? Только было... Были допрошены. Кто? Два человека из восьми. По ним, остальные фигуранты, на которых пишут, что они сидели, подделывали документы. Они это отрицают, то есть имеются противоречия. И по ходатайству именно у нас Олеся Леонидовна, которая 13 июля при личном приеме на видеозаписи эти данные имеются, сама заявила, что я хочу с ними провести очную ставку. Вы мне предложили, у меня тоже есть аудиозапись. Да, я предложил. Вы сказали, я спросил, что надо сделать, а может, лучше ставку хотите? Вы сказали, да, я наставлю на очной ставке. Было запланировано 27 июля. Но я еще на тот момент не ознакомилась с материалами проверки. В данной ситуации для проведения очной ставки вы не обязаны ознакомиться с материалами допроса. Понимаете? А с кем проводить очную ставку тогда? С кем проводить, если люди недопрошены были? На тот момент, когда я ознакомилась... Они были недопрошены. На 27 июля. Просто вопрос... А вот ты мне вам сказал, потом не пришли вы. На момент ознакомления с... Я так понимаю, может, просто вы там и друг друга не поняли. Вы заявили очной ставки, да? Не я заявила. Мне предложил Владимир Петрович. Я согласилась, сказала, да, я хочу. Возьмите видеоматериал, это все было записано. Ладно, я сейчас... Я просто не об этом. Я к тому, что обычно проводят очные ставки, когда, правильно сказали, есть там одни указания, есть другие, да? Если вы не согласны, но видите, что в данной ситуации, то можно этого человека провести этот перекрестный опрос. Ну, а почему он мне предлагает очную ставку, если нет в материалах проверки даже их показаний? Я так понимаю, он предложил вот эти двух, которые там были. Он никого не предложил, он просто предложил очную ставку. Я предложил в основных фигурантах, непосредственно которых она писала заявление. С материалами проверки она ознакомилась с постоянностью, когда отказана была на май месяц. Но? Но. А речь о очной ставке была выявлена. Но я же не могу обладать сенсорными способностями и посмотреть, что на данный момент в материалах проверки. В ситуации не нужно обладать сенсорными способностями, потому что я вас обладаю официально. При личном приеме. А сейчас опросили? При личном приеме, конечно. Я могу сейчас ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Потому что производство находится в материалах проверки. Вот, не могу. Вот его бы взять, вывезти, позвать всей семьи к месту. И в прямой эфир. Вот, один на один с ним. Со мной поговори. Не сбежишь. Бег с тобой, это позор. Без чести. Без чести. И выполнение федесуарных обязательств. Ну, это тоже, тогда смысл очной ставки. Конечно. Но я хочу ознакомиться с материалами проверки. Почему не могу? Находится в производстве. Ладно, Петрович, ну, надо было показать, потому что там все равно принимали. Ну, тут, что вы там в этой ситуации? Понятно, что поформально там находится в производстве. Ну, сейчас-то уж там все равно, я так понимаю, Олеся Леонидовна уже там этот материал два раза не будет смотреть. Один раз я смотрела. Один раз. Ну, один раз. Ну, что-то, много добавил. Ну, хотя бы опросы добавились, я надеюсь, потому что я должна обладать информацией. Ну, тут тогда надо выяснить, Олеся Леонидовна, давайте так, чтобы у нас там не было. Вы же понимаете, очные ставки, да, тогда конкретно с кем там? Раз, два, три, четыре, пять. Так я о чем и говорю? А зачем приглашать человека, если у меня нету информации даже, что эти люди говорили? Ну, я согласен. Вот послушайте. Зачем меня вводить в заблуждение? Послушайте. Что я, совсем что ли уже безумная? Этих шесть, там, ну, сколько, семь человек, которых Олеся Леонидовна хочет, ну, и если необходимость будет провести очные ставки, естественно, нам их надо опросить, показать объяснение. Потому что вроде люди лгут. может она почитает и действительно скажет, ну, я согласен с тем, что там написано. И зачем тогда ее проводить? А может наоборот скажет, нет, вот она врет, давайте проведем. У меня есть что у нее спросить, я хочу посмотреть, как она ответит на мои долги. Ну, я так это... И я еще раз хочу, Михаил Викторович, подчеркнуть, что данная документация была подделана не для того, чтобы ее просто подделать. Она была подделана для того, чтобы легализовать получение бюджетных средств в счет зарплаты. Данные документы подделывались, чтобы показать, что находится на рабочей месте и участвует в оперативных вмешательствах, что является ложью. Вот цель какая была. Не для того, что она захотела журнал подделать. Я просто, когда еще тогда встречались, там вопрос стоял, что она была на этих операциях, якобы мы думали, что она за это получает деньги. А вы еще сами тогда, я что-то не говорили, что она там была, она может там спала у себя, там у нее какая-то комната и ничего. Какая комната? У нее личный кабинет на первом этаже. Она что имеет право терять в другом здании, если что? Она что имеет право покидать свое рабочее место и не участвовать в жизни операционного блока? Ну, вопрос, подождите. Ну, вопрос, я же помню, тогда так стоял. Вот. И мы тоже думали, что она получала, я так понимаю, за то, что участвовала на операции, какие-то там... Ну, потом же выяснилось, Михаил Викторович, выяснилось. А потом выяснилось, да, что она независимо от того, что там это, у нее там, ну, определенный, как он там, определенный вопрос возник. Тогда уже вот вы сказали, что вы подозревали, что она вообще на работу. Я не подозревала, я предполагала. И предполагала, и когда она работала со мной лично в смену, это тоже можно выявить, сколько раз, там в графиках есть, она не приходила на рабочее место. Она звонила при мне несколько раз и говорила, я у себя, я об этом говорила уже миллион раз. Где у себя? Где у себя? Кабинет у нее находится в другом корпусе? Где? Потому что она... Ну, у нее спросим, где? Я, наверное, варю у себя. Ну, у себя где? Я вот не имею права покинуть свое рабочее место. Не имею. Как я могу покинуть, если я стою в смене и мне привозят пациентов, я их должна помогать? Нет, если есть рабочий кабинет в другом месте, она сможет там находиться? Она в это время находится в операционном блоке и у нее стоит смена, как операционной медицинской сестры, не главной сестры. В своем кабинете она может находиться. Понятно. Вот она... У нас записано, что она участвует на операции. Она на самом деле у себя там, ну, в кабинете. Ну, за это уголовной ответственности нет. У себя в кабинете она главная сестра, а в смену в операционном блоке она операционная сестра. И она должна выполнять свои должностные обязанности, так же, как и любая рядовая операционная сестра. она этого не делает. Она этого не делает. Ответственность. А какая? Ну, я же вам говорю, дисциплинарная. А я вам говорю, что там получаются деньги ни за что, просто так. Ну, здесь мы... Ну, расследуйте, расследуйте. Я не смогу вас убедить. Ну, я не знаю. Потому что зачастую она просто не приходит на смены. Сейчас начала, правда, приходить. Там до полдесятого сидит, уходит. Врать не буду. Но зачастую на протяжении всего этого периода времени у нее просто стояли смены. Просто стояли смены, мы ее не видели. А где она была? У себя там, я не знаю, у кого, может, в гостях. Ей там затрывали, что... Да причем здесь? Она вообще не приходила в оперблок. Мы уже сказали при визнении, что с ней не участвовали. Я вам еще раз... Я вам говорила, даже на предыдущем приеме, что у меня были дежурства вместе с ней. Посмотрите, графики поднимите. Посмотрели. Еще нету? Ладно. Олеся, Анин, давайте мы подведем итоги. Значит, по 293 мы посмотрим. Раз. Вот. По 238 я вам рассказал. 293 ну, мы сейчас тут решим, как нам тут лучше быть с этой ситуацией. с Владимиром Петровичем советуемся. Вот. По мощным ставкам, по этим, вы там отписать людей, дайте. Я дала, я заявила ходатайство. Если, ну, есть, значит, хорошо. Если он есть, посмотрите, если мы не взяли объяснение, пусть ознакомится Алиса Леонидова с этим объяснением. Заядем? Вот. Если не взяли, то давай возьми. И после этого вы решите. Если есть необходимость, Алиса Леонидова скажет, вот я хочу с этими людьми провести. Мы тогда запланируем и проведем. Вот так вот определимся. Ясно? Да. Михаил Викторович, еще такой вопрос. Вот я сегодня пришла не одна к вам на личный прием. Есть коллеги, там, за дверями стоят у меня. Есть общественные, да, деятели, там, возможно, и люди, которые болеют душой, да, почему-то нас не допустили на личный прием всех. На основании какого федерального закона нам было отказано в личном приеме? Проверю. Я вам думал, он два-то делал. Да? Он зашел, два-то делал. Бежать-то некуда. Решетки на окна. Это ведут. Горайс. Раз, и нет его. Там и решеток не на окна. на окна. И до земли близко. Да. Мы же смотрели, пытались вычислить, каким методом он телепортировался от нас. Я хотела бы, чтобы... В личном приеме давайте, Олег Савин, я уже сказал, потому что мы с вами записывались раз. Если там есть кто-то еще по каким-то вопросам, мы их сейчас запишем. Мне сказали, что там пришли еще у нас два человека потерпевших, которых у нас, по делам, я их примусь, остальные посмотрим, по каким... Ну, а на основании какого закона вы отказали нам, чтобы они зашли? Товарищ полковник, я потерпевших журналистов. Ну, там не только журналисты, там есть и люди с травматологией. Я журналисты говорю, а если другие люди пришли, то, во-первых, их надо записать, потому что... Мы записались. По каким они вам... Ну, мы их запишем, мы назначим, и я их примусь. Ну, то есть, это не является нарушением с вашей стороны, да, что мы пришли и вы нам отказали. Ну, ладно. Валерий Семенович, ну, мы же с вами договаривались, правильно? Ну, это наше право. Мы имеем право защищать свои права всеми доступными способами. Как одна могу я прийти, так я могу и с коллегами прийти. Но нам отказали в этом. Я поэтому у вас интересуюсь. На основании какого... Я вам еще раз говорю, Валерий Семенович, никаким коллегам мы не отказываем. Если у них есть вопросы, мы их запишем, примем. Я бы с Мокшиным хотел пообщаться. Кирмолайу у меня нету доверия. Он мало того, что три года назад на меня тут я пришел знакомиться с материалами дела. Вот такую стопку меня вытащили. Я по закону все, знакомлюсь, сижу. Кирмолаев заходит, типа, вы не имеете права, короче, ни фото, ни видео нельзя. Я говорю, а как мне шесть томов запомнить что ли? Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, ну, ладно, достаю бумажку, ручку, пишу, начинаю выписки делать. Залетают четверо полицейских и трое журналистов с камерами в лицо светят, короче. Я говорю, что такое, что случилось? Они говорят, на вас поступило заявление, у вас поддельные документы журналиста. Вот, он уже убеждался, вот он сейчас говорит, я тебя знаю. Ну, конечно, что он меня знает. Вот, и этот, достерение общественный инспектор по борьбе с коррупцией, руководителя города Сругута. И, короче, собирайтесь, проедемте с нами, дадите объяснение. Говорю, вы что, я ознакомлюсь с материалами, потом ознакомитесь. Короче, увезли меня, там дал объяснение. на следующий день пришел с девчонками и опять то же самое, опять наряд вызывали. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не здоровается. Судья, единственный судья, так называемый, кто не здоровается, это Шерстобитов. Все остальные здороваются со мной. Именно Шерстобитов выписал два незаконных постановления о принятновении моей квартиры вместе с самым. Видать, чувствуешь за собой вину, раз не здороваются? Нет, чувствуешь, чтобы он поздоровался. Да? Да. Не знаю, Бурлоски, которые, и тот, и тот, и тот здоровается. Плохо воспитаны. То есть, надо отдельно к вам записаться? А журналистов на эти мероприятия, я думаю, им не верят. Ну, а как быть, если вы не верите? Ну, как быть? Вот, я не знаю уже, как... Я вам что-то сказал. Ну, почему опять вот вы мне не верите? Я вам сказал, что я вам не верю. Я вам ни разу не сказал. Второй год. Второй год моих тизаней. Вот эта папка и еще дома три таких. Второй год. По одному факту дело возбудили. Еле как спустя 8 месяцев. Оно расследуется. По этим вот нарушениям я вам еще тогда сказал, что, возможно, да, они есть, но не каждое нарушение уголовно наказуемое. Вот. Есть и нарушение трудовой дисциплины, есть дисциплинарная ответственность. Мы с вами об этом говорили, вы со мной все влашались. А я вам говорю, что умысел там был другой, не подходящий к дисциплинарному взысканию. Ну, поэтому... Мы с вами по телефону эту тему обсуждали, Михаил Викторович. И вы сказали, что мы этот факт проверим. Вот Владимир Петрович говорит, что я не работала с б***вой сменой, что они проверили графики. Я хочу у него спросить, вы проверили графики, я есть с ними в смене? Ну, ознакомиться с материалом делом. Я же не могу сказать, вы когда дежурили? Да, много раз я с ними дежурил. Я могу спросить дату обозвать, в месяц хотя бы. Пока не могу. Запросите документы, узнаете, увидите. Тот период, который я изучал, там вы не дежурите. Об этом утверждает вишперсонал, что с ней не дежурили. Если у вас конкретно другой период, может, у нас периоды не совпадают, вы можете обозначить, мы дополнительно проверим. Так возьмите, это же ваши компетенции, запросите графики. Ну, укажите хотя бы какой год. Ну, за пять лет закажите. Ну, подождите, мы подождите, давайте с этими графиками. Мы запросили 2020 год. Сейчас запросили, я так понимаю, 2021 год. Правильно? Так точно. Что еще какой-то период надо выпросить. Ну, и мы там не только в ходатайстве, я указывала графики, я много там чего указывала. Надеюсь, все запросили. Ну, ясене. Ну, понятно. Ну, вы ходатайство там заявили. Конечно, конечно. Ну, с учетом этого ходатайства Владимир Петрович сейчас работает. Ну, все. Значит, мне сейчас надо написать то, что я, желаю ознакомиться с материалами проверки, да? Да, куда-то ясене. Ну, вам Владимир Петрович и так вот. Да уж куда-то ясене писать. Ну, напишите. Напишу, напишу. Владимир Петрович, ну, вот по этим, по объяснениям, давайте мы с этими учеными ставками там что разберемся. Я не вижу никаких сложностей. Разберемся, что-то. Михаил Викторович, еще у меня очень большая к вам просьба. 6-7 человек. Михаил Викторович, еще очень большая просьба. Я бы хотела получать все уведомления, постановления лично в руки от Владимира Петровича. Вот в этом кабинете. Если это имеет... Я уже просила его на том личном приеме об этом. Лично. Вот пришло постановление, я хочу, чтобы он меня пригласил, ознакомил. Мы переговорили с ним, чтобы не было недопониманий. Я расписалась и ушла. Не надо мне по почте отправлять. По почте, может, что-то не доходит, что-то не приходит. Потом скажут, что мы вам отправляли, а вы не получили. Каждую... Ну, прошу, Олеся, я думаю, здесь нету этих... Ну, пока вот я не знаю, даже удовлетворено мое ходатайство. Нет, вот я не знаю, у меня бумага не пришла. Оно рассмотрено, непосредственно я по почте вы не отправлял мое ходатайство. Потому что вы были здесь в отпуске. А вам какая разница? Вы отправили в ящики, пусть слышат. Владимир, я могу сказать, что вам получите. Ну, этот вопрос, он решаемый. Я думаю, давай, вот вынесли решение, позвонили, и все, и нам позвонили, все, и вот сказали. Я приду, я не поленюсь, я вот приду пешком сюда, я рядом живу. Ну, ну, чуть-чуть, ну, если вынесли решение, ну, значит, что попыше через три дня, что... Олеся Леонидом через день придет. Нет, ну, при личном приеме я могу тут же задать вопросы, и мне могут пояснить все это, да? Ну, действительно. Почему вынесено такое решение? На основании чего? Ну, вот так. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Потому что я больше... Я вас всегда слышу. Ну, что-то как-то плоховато, такое ощущение, что как-то этот... хотелось бы уже все-таки добиться справедливости. Я вам еще раз повторяю, что я сказала правду. Проверьте все. И вы... Конечно, сейчас много уже всего вывезено. Машинами вывозилось все. В том числе есть лица, которые я могу прям четко назвать. Вы же сказали, подождите, но вы же сказали, что вы дадите вот эту дополнительную информацию с адвокатом, которого собрали. Ну, вот то, что... Ну, я с ней переговорю, и мы правильно все оформим и на три шапки отправим. А можно данные записать адвоката, чтобы понимать, если вдруг какая-то... Не волнуйтесь, она вас свяжется с вами. Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги. Ну, вы же сейчас считаете, что доверите? Есть, это моя доверенность. Зачем вы превышаете свои полномочия? Вы же там друг друга вот знаете. Что вы там так... Ну, вот почему-то Владимир Петрович относится ко мне не очень, как бы, этот... С доверием, да, и я к нему так же, потому что у меня есть для этого основания. Ну, как-то так вот. Хотелось бы, конечно, найти взаимопонимание и уже добиться справедливости и правды, но не получается. Вы же видите, что я сколько бьюсь, и я пойду до конца. Может быть, кто-то ждет, что я устану? Нет. Это дело чести. Никто не ждет. Это дело чести. Для меня то, что я сказала правду, правду, это дело моей чести. Вот как хотите, воспринимайте. А если кто-то это все поощряет, да, каким-то образом, ну, я думаю, все перед Богом ходим. Никто не поощряет. Ну, я уже сомневаюсь в этом. Ну, пожалуйста. Не сомневаюсь. Я уже тоже, знаете, наслушалась про себя все. Всего. Ну, а если, давайте, мы не сомневаемся. Не сомневаемся по этому. Он до сих пор сейчас говорит, что мы сейчас в Губанову и живем, и те, кто стоит за дверью, там люди, которые ходили на опросы, да, на допросы, там возбуждено уголовное дело, полетят следом. Люди боятся. Я думаю, никто там не полетит. Вот. А по этим моментам, то, что вы сказали, мы посмотрим. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое. Документы вам отправим. Я не знаю, сейчас переговорю, каким образом, там, заявлением, обращением. Вы посмотрите, пожалуйста, лично. Я вас прошу. Не надо поручать своим помощникам. Я хочу, чтобы вы увидели. Я хочу, чтобы вы дали правовую оценку этого диска. Я хочу, чтобы вы провели экспертизу на его подлинность, что это не какой-то там съемочный, постановочный материал. Как она, говорит, что вы... Посмотрим, я сказал, что сейчас мы его найдем, если не найдем с вами... Ну, вы знаете, что они говорят, что я принесла эту просрочку в оперблок, чтобы их подставить. Ну, такие масштабы невозможно было. Там вообще все было забито. Олеся, я в этом вам верю. что вы? Ну, вот что-ничео, но такие разговоры идут. Посмотрим сейчас. Давайте. Ну, все, спасибо большое вам. Все, давайте, до свидания. До свидания. Давай вот двух этих... Потому что я сказал мужчин. Я уже принял. Принял уже. А? Принял. Принял? Да, разъяснил по результатам расследования. И все, все, ушли. Б**к, этого он принял. Также, я немножко вам тоже скажу, вводят заблуждение про эту... Следователи, значит, сказали, что она уехала, находится в федеральном розыске. Как мне от Бастрыкина позвонили, сразу она нашлась. Но ей уже обвинение предъявили. Ну, а что за... Почему человека вводят в заблуждение? Что она находится в федеральном розыске? Ну, потому что ее действительно объявляли в розыске. А она никуда с Ургута не выезжала. Все коллеги об этом знают. Он с реанимации. И сын говорит, ей ни одно извещение, ничего не пришло. Ну, что? Ну, что мы будем... Ну, а почему вы вводите людей... Человек потерял жену, он живет с ребенком, он продал машину, чтобы нанять адвоката себе. Человек находился на Украине, имеется билеты. И сын, и она об этом утверждает. Она была у матери. О чем вы говорите? А, то есть она за один день находилась в федеральном розыске, и на следующий день она здесь? это нецепнообразный результат расследования. Все, все, я согласна с вами. Потому что, ну, часто, понимаете, слухи, они где-то кто-то... Ну, и вы их тоже поймите, он остался один. да мы всех понимаем. И продал машину, чтобы нанять адвоката себе. Последние копейки. К ним вопросов вообще никаких нет. Вот Владимир Петрович мне все разъяснилось. Я думаю, что нужно немножко людьми быть тоже в этих случаях. Нет, ну, тут, это я с вами согласен. А не только заинтересованность проявлять какую-то. Спасибо большое, Михаил Викторович. Я вас услышала, я жду от Владимира Петровича, я сделаю ходатайство, заявление, ознакомлюсь. О каждом факте я буду просто звонить вам и ставить вас в известность. Давайте завтра ходатайство принесете. Давай, давай. Мы вышли от вас, нет, никуда. Сказали там, если что, подрегулировали. А то, что я везде пишу, я вынуждена это делать. Потому что, вот у меня лично, Следственному комитету города Сургута недоверие. с вами открыть всегда, подрегулируем сразу, ну, что мы. Хотелось бы. Я бы никогда не отказывал, когда еду, и так. Ну, почему-то одни разговоры, ничего с места не сдвигается. Вот поэтому приходится жаловаться, писать, и так далее, и тому подобное. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам, что пришли, до свидания. До свидания. До свидания. Я хочу в минутку поговорить с Михаилом Викторовичем. Владимир Петрович. Что, прием закончен? Нет? А? Что, они там закрываются на дверь? Они не пускают. Что, прием окончен, нет? Не знаешь? Со мной, да. В смысле, со мной? А со мной? Я тоже хочу подчеркиваться. Нет, он сказал, что вы должны лично записаться на личный прием к нему, и он вас всех примет. Да? Да. Позвонить к МАУ. Тогда не будет твой локоть толкать? Ну, я не знаю. Это сказал Нокшен, что все вопросы, которые я подняла, я много там вопросов подняла. Подожди. Ты же сказала, что тут еще много народу и в том числе журналисты хотят прийти. Я задала вопрос напрямую МОКшену. Сказала, на каком основании, на каком, что вы можете сказать, на какой там закон существует, что я пришла не одна, всех остальных вы вообще не приняли. Ну, вы же одна записана, вот все пусть остальные запишутся на личный прием, я всех приму. А зачем? Мы хотели коллективно. У них нет такого приема коллективного. Мы напишем сейчас жалобу с адмокатом и отправим. Мы хотели коллективно. А зачем люди свои персональные данные передавали? Ну, ты у меня-то еще... Паспорта копировали. Копии с паспорта сняли. Я же не Ирмалаев, Владимир Петрович, вот он сейчас выйдет, спросите. Да он не выйдет, он закрылся. Не выйдет. Простите, попробуйте. Нет. Так он же сказал, у каждого клиента. Так что он не внимает человека? Да, он же сказал, да? Нет, он просто скажет. Антон, я же не могу сказать. Ну, понятно, не спрашивай. А все, это все. Это отстранение от исполнения должностных обязанностей. Это только я в домике, да? Да, я в домике, да. Это что произойдет? Следственные нам домики. Ну, это позор, я считаю. А наши молодцы живут и поступают. Это вот рата чести. Поднимите, пожалуйста, правую руку, вот я поднимаю. Кто считает, что это позор, это бесчестие? Это бесчестие, точно. Благодарствую. Сегодня, 1 сентября 2022 года, состоялся личный прием с Мокшином. Это начальниц следственного приема города Ханты-Мансийска, да? Непосредственно начальник Ермолаева Владимира Петровича. У нас состоялся разговор, я задавала ему массу вопросов. Вопрос первый был у меня это по просроченным медицинским материалам, так как жителям города Сургута оказывалась медицинская помощь некачественными медицинскими материалами, именно просроченными. Значит, я задала вопрос о том, что на основании чего они отказали от возбуждения уголовного дела по статье 238-й, они запожимали плечами, я говорю, вы же ничего не расследовали, не расследовали, не были изъяты истории болезни, не были проведены экспертизы, да, по данному материалу, на основании чего вы мне отказали от возбуждения уголовного дела. Они начали сопротивляться о том, что эта статья не следственного комитета, и медицинские работники по данному не попадают. Значит, сейчас на данный момент расследуется дело по статье 236 уголовного кодекса Российской Федерации в УМВД города Сургута в следственном управлении. Ты не спрашивала, потерпевшие есть по данному? Значит, по этому вопросу я задала вопрос тоже Мокшину. Потерпевшие сейчас выявляются, как они мне сказали, проводится статистика, проводятся криминалистические экспертизы по данному поводу в рамках 236-й статьи, то есть следственное управление УМВД города Сургута якобы полноценно, в полном объеме работают над этим уголовным делом. Следующий мой вопрос был такой, почему не заявили уголовное дело по 293-й статье? Это халатность должностных лиц. Мокшин Михаил Викторович немножко засомневался, задает вопрос фирмы ЛАРМу, говорит, а что у нас с 293-й статьей? Ну, как оказалось, что 293-я статья вообще не рассматривалась. И, как бы, о ее возбуждении речь не шла вообще в принципе. Заявление поступало? Конечно. Она не рассматривалась и возбуждена, соответственно, не было. Мокшин пообещал мне, что над этим вопросом они сейчас очень активно начнут работать и они тоже предусматривают состав преступления по 293-й статье халатностью. То есть спустя год они начали какие-то действия? Спустя год пошел, да. Также, значит, был задан вопрос мною, во время проведения оперативных вмешательств были использованы дрели, которые были закуплены в строительных магазинах. Это обычные шуруповерты фирмы Макита, Бош. Это обычные шуруповерты. Я говорю, чтобы вы понимали, как они для оперативных вмешательств. Значит, эти материалы у меня тоже есть. Они зафиксированы в видеоматериалах. Их использовали для того, чтобы устанавливать пластины различные, да, на различных костях. Чтобы вы понимали, данные дрели, они не предусмотрены инструкцией для дальнейшей их обработки и стерилизации. Но, вопреки этому всего, проводилась обработка и стерилизация и использовалась во время проведения оперативных вмешательств. Во время проведения операции все вот это вот ржавчина сыпалась пациентам в рану. В рану. Приходили, пришли мы к этому, потому что оперировать людей было нечем, категорически не хватало силового оборудования и так далее и тому подобное. Я им разложила по полкам, что сейчас у нас есть силовое оборудование. То есть, это одна неподнаценная дрель и одна дрель-страйкер на трепанатку черепа. Досверливаем череп мы гиппократовским методом это коловано. Используя пилки джигли и так далее. Он сидел немножко. У меня один вопрос. У тебя есть доверие к Ермолаеву? Нет. Я ему заявила это лично при Мокшине в глаза, что к данному специалисту следственного управления города Сургута Ермолаеву у меня полное недоверие. Он сказал, подожди, подожди, очень важный момент. У меня тоже нет доверия. Народ поддерживает? Конечно. Абсолютного нет доверия. То есть, система доверительного управления не работает. Я даже предполагаю, что существует какая-то некая заинтересованность этих лиц в сокрытии преступлений. Я предполагаю на это имею полное право исходя из всех ситуаций, которые происходят уже длительный период времени. Они мне говорят, ну сейчас же заведено уголовное дело. Я говорю, моим потом и кровью. 8 месяцев борьбы. Не вашими заслугами. Только бы ты расслабилась все. А я им сказала, вы что, хотите меня сбить с пантауны? А дождаться, что я когда-то устану? Не дождетесь. Он приставился? Ты просила? Конечно. Он приставился. Ермолаев? Да. Удостовение по ПКСА? Да. А ты не спросила, почему он без формы на рабочей месте? Не спросила. Мокшин был в форме? Ты его видела? Да. Он был не один, на прямом ВКС там были 4 человека. Я Мокшину задала вопрос. Еще такой, Михаил Викторович, я отправляла вам заявление и видеодиск. Вы видеодиск этот видели? Нет. Я говорю, почему? Сидит рядом помощник. А где видеодиск? Залистали по папкам. Я говорю, я вас лично прошу, ознакомиться с материалами дела. которые находятся, ну, с материалами диска этого. Провести экспертизу, что это подлинный диск, что это никакая не постановочка. А там что? Там видеодоказательства? Там видеодоказательства. которые были сняты непосредственно, которые были сняты непосредственно действующих операционных, где стоит, показана вся просрочка. Эти дрели, шуруповерты, эти формалиновые камеры. То есть он его в глаза не видел, в принципе. Я ему, его попросила о том, что, пожалуйста, лично вы ознакомьтесь и дайте мне письменный ответ. Проведите все экспертизы этого диска, о том, что он подлинный. Потому что на работе говорят, что я этот просроченный шопный материал занесла в блок и подставила руководство таким образом. Но это надо помочь эшелона подгонять. Что-то проводилось в свое рабочее время на рабочем месте. Абсолютно точно. Все это проводилось в рабочее время, диск подлинный. Он его в глаза не видел по настоящее время. Весь интернет видел, а он не видел? Он не видел. Ну, хоть кто-то у нас в погонах сидит на рабочем месте. Вот так. Много было вопросов задано и по поделке документации. Сказали, разберутся. Пользуясь случаем, ты не хочешь сообщить народу, сделать объявление, что все, кто считает себя потерпевшим за последние 10 лет по статье 236 и 238, то есть я потом еще вставлю там, то есть это оказание медицинских услуг несоответствующих качествах. И то есть там, если есть дети до 7 лет, то это 238. Да, до 6 лет. До 6, да. В 238 до 6 лет. То есть мы предполагаем, что среди вот этих 202 уже доказанных пациентов есть в том числе и дети. Дети были однозначно. Он мне задает вопрос, а вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть мне за вас провести расследование? Это вообще-то ваша компетенция. Подожди, подожди. Давай сделаем сообщение всему народу. Да, я хочу. Подожди. Мы сейчас сделаем, Олеся скажет, мы обязательно приложим заявление о совершенном преступлении. Все, кто считает себя пострадавшим по этим статьям за последние 10 лет, просьба направить данное сообщение. Образец сообщения, документа, будет приложен в комментариях к видео. Да, пользуюсь моментом. Нахожусь сейчас в Следственном комитете. Я обращаюсь к жителям города Сургута. Их мало всего. Их мало всего, да. Даже в Куменской области, потому что могли кто-то приезжать быть. Те, кто, ну как правильно сказать, после лечения в Сургутской травматологической больнице у пациентов были осложнения в виде нагноений, лигатурных свечей, менингитов, повторных операций, повторных в третьих, четвертый, пятый раз. Я хочу, чтобы вы меня услышали, бояться не нужно, и обратились на ближайшие органы с заявлениями по данному факту. Благодарствую. Это очень важно, потому что если никому не был нанесен ущерб, то в принципе никакой ответственности не будет уголовной. А если будет доказано, хотя бы одно заявление будет отработано и будет доказано, что кому-либо был причинен ущерб, а тем более малолетним детям до 6 лет, то это все это однозначно уголовка и как минимум главное ответственное лицо это главврач Гарайс. Я просто хочу, чтобы люди проявили свою гражданскую позицию наконец-то. Люди боятся, да? Но общество тоже надо защищать как-то, себя защищать мы должны. Нужно говорить, не надо бояться. Умирать не бояться? Да. На меня тоже мне угрожали, он несколько раз, он и выкунул со зла, и убить, и побить, и детей моих там прибить, и все прочее. По угрозам у тебя пока отказы, да? Отказы от возбуждения уголовного дела, причем я сейчас за это возьмусь дело, не были допрошены даже свидетели и не изъяли у меня даже аудиозапись. А по 293-й ты ни разу не видела постановление об отказе возбуждения уголовного дела? 293-я вообще не принимала свое внимание до сегодняшнего момента, пока я не озвучила это все. А я считаю, что там прямая 293-я статья тоже есть в том числе. В том числе. Все? Да. Благодарствую. Всем благодарствую. Спасибо. Вам всем спасибо вообще огромное. Без вас вы, ну, на самом деле я бы не справилась. Общество есть общество. Всем спасибо большое. Благодарствую. Благодарствую. Ну, все, давай. Давай, пока. Давай, сейчас давай. Вам спасибо. Благодарствую. Нет, мальчик не надо. Надо им высказывать недоверие, отказ доверия, потеря чести. Да, да. И в чем наш интерес? Это очень мощный слава. Я вчера на суде был с Кимом. Да, да. Мне в чате ВКонтакте, вы не видели? Елена Янина, я же объявление сделал, что я типа приглашаю всех. Елена Янина пишет, типа, ой, он меня там, это, отчитал по полной, ввел себя дерзко, короче, орал на меня. Я говорю, ну, вот посмотришь, как он завтра себя будет вести. Че, Люсь? Она пришла. Я пришел. О, расскажи, как он себя делал. Вообще, душка просто. Да ты че? Как первоклашка. Как вообще глазки даже не поднимал даже. У меня свое разрешение спрашивал, там несколько раз советовался. А в конце я спросил, вы, говорит, позволите на отпуск? Я говорю, позволяю. Так рожать нам было. Нет, ну что-то у них там тоже похоже происходит в их системе. Они чего-то тоже боятся. Боже мой, дрелью. Дрелью череп. Дрелью. Дрелью. Я в шоке. Пластины какие-то ставят. Мама ми. Шурик обыкновенный. Это кому сказать? Строительный. Строительный. Мама миа. Она как говорит, я в шоке. Я такая, боже мой. И люди этого не знают. Они доверяют. Бедный Ермолаев. Нет, там решетки на окнах. Некуда деваться. Только закрываться. Да, 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 да. Да, под стол не спрячешься. Произошла трагедия, которую сейчас переживает вся наша планета, оккупированная торговой федерацией. Взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. Вот они, бюрократы. Истинные правители республики. И подкупленные торговой федерации смеют добавить. Я не хочу, чтобы мои подданные погибали, пока вы обсуждаете вопрос о вторжении на бесконечных заседаниях. Если нынешний сенат недееспособен, ему нужен новый руководитель. Предлагаю вынести вотум недоверие. ВОТУ! 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 ВОТУ!